приветище это симулятор снегоуборщика и мы продолжаем чистить здесь холодный и возможно даже уже теперь мокрый снег на нашем крутом пикапе с резиной не простой а шипованной ну и конечно мы навесили на него еще и полук сегодня мы будем чистить дорожки и не только давай по карточке посмотрю повторно надо расчистить территорию одного перца мажор это по моему мэр дальше мы едем убирать вот эту прекраснейшую дорожку скорее всего мы вначале ее уберем а потом к мэру поедем ну и посмотрим что у нас тут по йети вот такие вот значки мы нашли горный огненный лунный это все нам когда-то пригодится но не сейчас когда и зачем неизвестно возможно в патче следующем это все прояснится ну то есть с обновлением а нам же остается здесь тачку и ехать у нас почти все куплено мы супер-пупер крутые чуваки по очистке снега поехали но у нас нету еще одного плуга он должен быть очень крутым мощным здоровым скорее всего мы сможем за раз чистить половину дороги они одну ее треть так нам нужно выставить вот эта табличка и туда мы едем ну и конечно же надеюсь на то что нам станет еще более понятно кто такой едь откуда он взялся и не nl о ли это все мы приехали вот на это развилочка что нам тут чистить кто-нибудь подскажет я нам что расчистить нужно вот эту дорогу в гору года вот в гору ну все лук можно опускать включая проблесковые маячки опускаем забрала и погнали у нас уже ночь наступила по ходу я в ночную смену вышел ну ладно нам не привыкать надо все-таки термос купить я же обзавелся баблом поэтому могу себе позволить это куплю потом еще чай кофе буду все это заваривать и выезжать на свою работу подготовленным с кофеинчиком чтобы всю ночь пахать радует что проценты по очистке этой дороги летят очень быстро не так как с прошлой дорогой которую я чистил на тракторе это было безумство а вот мы и приехали кто части которую очистили трактором вон она что ну слушай тут дорога гораздо меньше для очистки поэтому я надеюсь за нее заплатят хотя бы тысяч 10 долларов в этот раз я попробую убрать прямо ну конкретненько эту дорогу на сто процентов 50 процентов дороги мы вычистили есть один минус пикапа плюс его в том что быстро едет и убирает очень быстро снег а минус в том что он не везде подлазит как трактор то есть на тракторе удобнее чистить но медленнее и вот еще один минус вот тут нужно прочистить вот эту часть но она блин не чистится потому что тупо туда не может пикап заехать он вас что-то врезается если я поднимаю плуг он все равно не может туда заехать он останавливается это печаль эту часть я прям вот не могу никак зачистить и даже вот если колеса поворачиваешь туда не едет машина как бы я не хотел и почему-то почему-то я вроде бы расчистил эту дорогу но всего на 66 процентов где то есть еще снег который я не убрал но я его не вижу видимо где-то снежный человек прудит на дорогу а я этого не наблюдаю в общем дочистил я здесь дорогу 166 и 3 процента чистоты и я предлагаю поехать вот сюда в туннель и посмотреть что же там нас ждет на другой стороне может быть продолжение дороги которую надо чистить эти оставшиеся 44 процента какой закат только глянь или это рассвет опеку поймешь и похоже да похоже да вот она эта дорога она здесь продолжается и я ее чищу здорово мы нашли то место которое надо было нам дочистить возле озера выходит а мы что-то были вон там наверху домик в прошлый раз нас туда правда не пустили потому что дорогу надо чистить и вот скорее всего мы ее сейчас и до чистим до выходит что дорожка это довольно длиннючая и после того как мы ее очистим нам позволят зайти на территорию дома на горе вот он этот домик приехали еще чуть-чуть и мы проникнем в него говорю как какой-то воришка минус пикапа еще в том что на нем неудобно разворачиваться вот на этих узких дорожках то вообще такие дорожки тут придумал 91 процент дороги расчищен можно уже в принципе сдавать задания но нет мы будем добиваться ста процентов чтобы получить все свои денюжки 99 и 5 нужно перевалить за значение 99 и 6 и тогда сто процентов нам обеспечено где же эти 99 и 6 процентов что еще здесь убрать пролива весь снег здесь уже убрал 99 и 6 ура а это что я что-то убирался откуда здесь никто вышел сду о сейчас вот такие глюки иногда вызывают сердешный приступ ничего дорожка очищена пойдем сдаваться сто процентов должно показать я выхожу это не то может быть этот указатель нет это тоже не то на всех мощностях нашего пикапа и шипованной резины просто летим обратно к точке выдачи заказа приехали тормозим тормозим выпрыгиваем вот что мне нравится что если ты мчишь на огромной скорости выпрыгиваешь из пикапа и он просто стоит как скопоты дальше никуда не едет вот нам сейчас должны заплатить 24 тысячи 800 но я уверен что нам не заплатят этих денег не заплатить максимум 1300 как прошлый раз ну вот ты расчистил снег на сто процентов за время 26 45 то есть намного быстрее чем в прошлый раз согласен и мне заплатили 1400 баксов ну что это такое что за кидалово где мои 24 тысячи 800 опять меня прокинули я скоро не буду чистить дороги за такие гроши вы только посмотрите сколько я квадратных метров очистил 6000 квадратных метров это так много это очень много молодец никто не ожидал такой точности вот именно я тоже хочу ожидать такую же точность в моих денежных суммах которые вы будете платить мне теперь это убежище будем надеяться что это не будет огромной территории с другой стороны что чё вы тут вообще написали я вас не понимаю до свидос короче эти деньги 1400 копейки гроши нужно пойти в магазин и на что-нибудь потратить чтобы успокоиться предлагаю купить термос чаек и кофе заодно нам надо скинуть плуг чтобы поставить его на трактор так как мы поедем сейчас мэру чистить территорию но прежде дайте мне пожалуйста термос где тут могу термос купить кстати я могу в принципе себе и курточку прикупить новую но так как я гоняя на тракторе а на тракторе мы тоже потихонечку подмерзаем ладно я понял в общем если деньги останутся куплю себе новую куртку сейчас покупаю термос за 500 боже мой 500 баксов термос это так дорого на всякий случай сиропчик меня в комментариях просили надеть свитер кстати точно и как-нибудь все-таки заболеть потому что я достигал отметки 36 градусов своего тела и никак вообще никоим разом не заболел скорее всего эта функция сейчас в игре отключена почему не знаю но что точно знаю это мы сейчас купим чай и вот кофе ну и конечно же на одежду остается хотя одежда это потом нам нужно для трактора купить шины 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 смотри вот эти у нас сейчас установлены размер шрифта 27 то есть протектора размер спины ну ладно хватка 05 можно в принципе купить себе вот эти вот шипованные мощные почему бы нет давай их купим за 3000 нам бюджет позволяет ну и одежду вот эту вот за косарь покупаем хотя не давай деньги сильно транжирить не будем так как у нас еще плуг вот этот не открыт и не купленный непонятно сколько он будет стоить денег вообще трактор выезжай курьер привез мне колесики выезжай мне еще термос над заправить стой 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 куда это мы поехали на вот так вот надо подъехать сюда не так не работает надо по ходу другой стороны заехать и кабли неудачно поставил о засветилась засветилась давай давай цепляем не пикасе меня как об подкинула я начали подумал что это лучше инопланетянский меня забирает но не все все вроде но теперь бежим распаковочка это колеса а нет это термос приехал да понял термос у нас тут и вот колесики сейчас я проверю тут у меня обычный фуфловый ну в принципе трактор не так быстро ездит поэтому колес это я не знаю было ли смыслом менять но на всякий случай я поменял все колес теперь у нас тут крутые пойду заварю себе чего тут и кофе появился и чай появился лично давай выпьем чашечку чая и чашечку кофе и теперь термос у меня вот термос 1 литр мы если будем подмерзать просто термос открываем пьем кофе и и все мы бодрячком а теперь садимся на наш тракторенок и поехали в принципе он и так катался офигенно по асфальту с его скоростью но вот когда мы тормозили мы немножечко катились вперед вот сейчас горочку найдем можно принципе и тут развернуться блин какой же он маневренный офигенный по сравнению с пикапом скорости бы ему вот мы тормозим слушай ну с этой резины он теперь очень цепкий прям капец одно удовольствие на нем теперь кататься мэр я еду к тебе в своем тоненьком свитере чтобы простудиться о кстати гляди вот и домик открылся нам горный приют потом мы туда съездим мы посмотрим чем мы можем помочь вообще мэр открывай паке у меня даже не ждет я тут тебе надо прибрать то вообще ох ёлки-паки нифига да тут ему всю территорию почистить надо насколько он мне за это все собирается заплатить дай посмотрю 800 баксов да сам выбирать за 800 баксов блин я даже ему отказать не могу это все-таки мэр ему на дорогу честь она пускаем значит наш плуг и поехали он и 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 Ты его снегодувом просто счищаешь И все А не какой-то лопаткой А тут лопаткой ты не подлезешь вообще никак Так что вот Снегодув был бы вообще в тему тут Это я к тому, что разработчик сейчас думает Какие инструменты еще добавить Хотя наверное у него уже есть списочек Но вот снегодув Наверное он уже в этом списке присутствует А если нет, то в принципе можно его добавить Будет классная штука Прикольно убирать свои вот эти сугробики Которые я ранее тут натаскал Как будто снеговиков ломаю Ну вот в принципе я и убрался И под конец моего рабочего дня Температура моего тела опустилась до 35,6 Я дрожу не могу Ты можешь увидеть это по экрану И по краям экрана у меня появляются Такие ледяные рисуночки Но, но я еще пока что не заболел Я прям молодцом Сдаем задание 99%, ну и да ладно Две тысячи мне заплатили Мэр, я тебя расцеловать готов Это больше чем я за дорогу Я здесь почистил Девятьсот квадратных метров А дороги шесть тысяч И мне там заплатили какую-то копеечку А здесь, а здесь Две тысячи за восемьсот квадратных метров Вот это я понимаю, мэр Ну, в следующий раз я обязательно К тебе приеду чистить двор Нежели дороги, блин Вы выполнили специальное задание мэра Время от времени приезжайте Ну, это все понятно Буду приезжать, окей Ну что, я в принципе себе на курточку Здесь заработал Могу позволить теперь себе куртяжку За две тысячи А, что произошло? Зачем такие вертуханы? Теперь надо ехать, короче, наверх В горный домик И попробовать убраться здесь Очень любопытно Прям не могу Поэтому поеду туда на пикапе Единственное, что Как я буду на пикапе убирать территорию Это большой вопрос Эй, тонкий свитер, ты как? Все нормально? Я думал, что он трясется за рулем А это просто экран мой трясется Когда же мы заболеем-то, а? Подхватим простуду или грипп какой-нибудь Ну, или хотя бы ковид Не знаю Ну, просто мы вообще бессмертны, что ли, выходят Мы не можем заболеть пока что Если температура тела опустится ниже 35 градусов То я, по идее, буду уже мертв Ну, холодное тело Это труп, по идее Или же быстрее замерзнет мой экран И я ни черта не буду видеть Потому что Замерзающая льдинка Прямо захватывает Наш экранчик Единственное, знаешь что? Если я сейчас забегу домой То я быстро отогреюсь А мне бы этого не хотелось Поэтому я еще на тракторе покатаюсь Или, может быть, побегаю Да Я просто тут побегаю вокруг дома Уже 35,3 градуса Моего тела Давай, давай, давай Замерзай Быстрее замерзай Тратим калории Ё-моё 35,2 Я почти своих рук не вижу И ног не чувствую Нет, руки я вижу Но я их не чувствую В общем, все очень плохо Я рядышком с дверью Сейчас будет эпично Если будет 35 Ровно градусов Я умираю И у меня не сохранена игра И... Ха-ха Начинать все с самого Начала дня Это прямо плохо Владелец горной автостоянка Оставил вам сообщение Снег снова покрыл его Собственность Ага Автостоянка, которую мы в прошлый раз чистили Ну что? Где там 35 градусов ровно? Экран трясется еще больше Прямо капец Удивительно, как я еще хожу С такой температурой По идее, мои ноги должны быть Анимевшими 35 градусов ровно Опустится ли температура ниже 35 Делаем ставочки Господа Сейчас прибежит Йети И скажет О, братуха, здорово А я тебя искал Сосулька 34,9 Ну, по идее, я уже должен был бы откинуться Вот серьезно А я еще бодрячком Насколько меня хватит вообще В такую ужасную погоду И как быстро затянется мой экран Я хочу продолжить эксперимент Я просто стою Ничего не делаю Температура тела 34,8 градуса И калории Тратятся неимоверно быстро Как будто я работаю лопатой Или чем-нибудь еще Но я просто замерзаю И поэтому тело сжирает Мои калории Когда же пикапчик скроется за льдинкой 34,6 Пикап скрылся под ледяной коркой На моих глазах Я бы хоть бы чихнул Кошлянул Не знаю Ради приличия А мне хоть бы хны Ну что ж Вот и 34,5 градуса Моего тела Я думаю, что дальше Смысла экспериментировать нету Мы все равно не умрем Мы бессмертные И тем более не заболеем И экран больше уже Наверное не замерзнет Вот что происходит Со мной Когда я куда-то смотрю Я ни черта не вижу Можно забежать домой Но я попробую отогреться Своим термосом Оооо Сразу 36,7 Скакнула температура И все мои льдинки На глазах растаяли Прикольно Давай покупать одежку Чтобы я больше никогда не замерз За 2000 Покупаем Мы это купили Шины За 3000 Цепные Мы купим потом Я пока что не вижу смысла Их покупать Так как и та резина Держит очень хорошо Ой, как тут темно Включаем свет Переодеваемся в красный комбез Оооо Как-то странно хожу Как жиробасик какой-то А, комбезик качается на мне Ну-ка Надо сесть в трактор Нифига себе Покупляш какой стал Пуховичковый мужичок Усачок На тракторе несется Убирать горы А, подожди На тракторе мы туда не доедем Пикап Однозначно пикап Оставляем плуг здесь Трактор Прямо на дороге бросаем Вообще пофиг Никто его здесь не стырит Кроме Йети А Йети Он нафиг не сдался Это трактор Потому что на нем Он ездить не может Правда у него нету Хотя, как знать Все Let's go На максимальных скоростях Несемся Воу Воу Нифига себе Вот это Знак Далдак дал мне Просраться О, ты представляешь Вы работали слишком долго на холоде Я заболел Обалдеть Я разворачиваюсь Я разворачиваюсь Экран трясется Наконец-то я заболел Дожили Дожили То есть это все не так быстро происходит Как я бы хотел У меня там сиропчик есть Дома Так что Придется возвращаться Я же не буду С температурой 38,4 работать Очень плохо Она мне скажется Потом Блин, а я Если бы еще больше Замерз Я бы, наверное Подох тогда А я был уверен Что бессмертен Где мое лекарство Ну вот Сироп от кашля Хотите принять? Да Упиваю И сейчас таблеточки Еще от жары Кашлять Я перестал А вот жару Надо сбивать Четыре таблетки От жары Купить Купить Пять порций крема Для рук Которые защищают От обморожения До минус 25 Мне это не интересно Это такой же крем Только послабже Все Мне просто таблеточки Надо принять Сейчас и все будет хорошо Я выживу Да, принять О, все Целитель Просто выздоравливайте Ух Отлично Мы выздоровели И наконец-то Заболели Я прям Всю серию Наверное Этому Посвятил Чтобы замерзнуть И заболеть О, вот это прыжок Интересно С какой скоростью Я сейчас несусь Ой, кажется Ой-ой-ой-ой-ой Вот это поворот Переворот Все Мне тут точно эвакуатор нужен Сейчас посмотрим С какой скоростью Я этот тоннель проеду Что там на спидометре Вообще показывает Интересно А ничего там не показывает Не видно Нишиша Блин А ведь можно же И в речку вылететь Если хорошо разогнаться Дай-ка я проверю это Протестим Берем максимальный разгон Тапок в пол Понеси Тут еще горочка Вот что плохо С одной стороны Горка нам На руку А с другой стороны Горка нам Не на руку Мы не можем разогнаться нормально Но благодаря Этой горке Мы можем Трамплин замутить В общем понятно Сейчас мы не сможем Туда перепрыгнуть Но ничего страшного Блин Какая скорость Когда мы с горки едем Просто сумасшедшая Я даже не могу Управлять своим пикапом При такой скорости Вот и приехали Горная деревня Открывайте ворота Что вам тут надо убрать вообще Горный приют А горный приют Точно Очистите рит Ну конечно Нет проблем Мы сюда На спецтехнике Проехали А вот что нужно убрать Вот и ноты Ладно Опускаем наш плуг Машина все таки Побыстрее будет Да и побольше территорию Вещи чистим Вот так Вот так Вот так Поворот Ничего себе Ничего себе Как я на снегу Тут Все понятно Короче цепи Нам обязательно нужны Чтобы на снегу Не было таких виражей Заносит Просто жесть Тут разворотик Табличка нам помогла Но не совсем Ой Зачем молнии Грозы Мне же страшно Ну давай же Очищайся Блин Трактором конечно Тут было бы шустрее Но Очень бы долго Мы сюда ехали Мне показалось Или там кто-то По горе пробежал Не Наверное показалось Горный приют Реально как горная деревня На самом то деле Тут зона отдыха Сюда приезжает Почилить Потусоваться На природе Увидеть Снежных Человеков И обосраться От этого Ну вот В принципе 96% Мы убрали Можно конечно Достать еще Дохватить мне Таблички эти пихать Я так понимаю Что нужно сделать Электрической Нашей Машинкой Пройти Чтобы прям Вот совсем Все было круто Ооо Я даже не обратил Внимание Какие у меня Козырные Красные Варюшки С такими Мне точно Мороз Нипочем Работа Закончил Где ваши Благодарности Серьезно 37200 Мне заплатили За эту работу Ты хорошо Справился Но этот Старый Охотник Болтун Не так ли И вдобавок К этому Старый Охотник Также Заботится О смотровой Площадке Над озером Морское Око И парковки Для влюбленных И поручил Вам Убрать С них Снег Тоже Супер Блин Что реально Он мне 37 тысяч Заплатил Ты посмотри Сколько у меня Денег В кошельке Я богат Я отправляюсь На Мальдивы Все Отдых Лето Снег В топку Появилась фигура Эй Чувак Подожди Ты кто такой Ты видимо Директор Этого места Да Серьезно Типок Здравствуйте Привет Мальчишка Спасибо за Хорошую Выполненную Работу Рад видеть тебя Сейчас мертвый Сезон Некому Открыть рот А я стар И не имею сил Идти в горы Как в старые Дни Давай про Истории Спросим Жители Рассказывают Разные Истории О чудовищах Которые Можно найти В горах Сначала Я считал Это сказками Но после Того Что я Увидел До сих Пор Я не знаю Что думать Об этом Ты что-нибудь Знаешь Я расскажу Вам одну Из легенд Очень хорошо В окружающих Горах Далеко От человеческих Штаб Квартир Легенды Айети Рослись С каждым Последующим Рассказом Таинственные Рассказы О огромном Существе Живущем В дикой Местности Вызвали Интерес Не только Местного Сообщества Но и Правительственных Агентов Известное Правоохранительное Агентство Услышало Об этих Историях И решило Расследовать Дело Айети На эту Задачу Был Назначен Специальный Отряд Оснащенный Последними Технологиями И обученный Расследованию В труднодоступных Районах Я знаю То есть Нет Я не знаю Давай дальше Далее 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 Под руководством Опытного Специалиста Агента Харрисона Рейнольдса Команда Начала Интенсивный Поиск В горах Используя Дроны Тепловизионный Датчик И специализированное Оборудование Агенты Обшаривали Районы В поисках Улик О существовании Йети Во время Расследований Команда Собрала Показания Местных Жителей Которые Утверждали Что Видели Йети В районе Их Истории Были Полны Страха И уважения К таинственному Созданию Однако Это был Непростой Процесс Горестая Местность Затрудняла Доступ Оскудные Следы И связи Требовали Тщательного Анализа Команда Агентов Рисковала Своей Безопасностью Преодолевая Трудные Тропы Расставляя Ловушки Изучая Каждое Подозрительное Место По мере Продвижения Расследования СМИ Начали Проявлять Интерес Деятельности Агентства Аудитория По всему Миру Интересовалась Может ли Агентство Раскрыть Правду О Йети Отчеты О расследовании Появились На телевидении И в газетах Разжигая Сенсацию Увеличивая Интерес К истории О Йети Ну Тебе-то Это на руку Ты бизнес Своим Мутишь Че Тебе Тут все Приезжали И Йети Хотели Увидеть Это сказки Для хороших Детей Ваш Бизнес Я знаю Что видел И знаю Кому Нужно Доверять И вы Знаете Что Дороги Когда-то Выглядели Совершенно Иначе Была Также Одна Горная Дорога Которой Все Боялись Как Огня На По ней Были Очень Странные Вещи И в конце Концов Люди Перестали Ездить По ней В конце Концов Она Полностью Заросла И одной Зимой Лавина Камней И снега Положила Конец Делу Далее Это было Так давно Что мой Дедушка Рассказал Мне о ней Хотя Я гулял По горам Несколько Дезятков Лет Я Нигде Ее Не нашел Местные Жители Назвали Ее Словом Большой Ноги Видимо Ее Можно Найти На Очень Старых Картах Но Я К сожалению Не нашел Такой Карты С остальными Вероятно Если бы Я нашел Ее В какой Нибудь Антиквариатном Магазине Это бы Стоило Много Денег Я бы Никогда Не смог Ее Купить Я Не так Богат Как Роберт Третий О Кстати Это же Принц Третий Я Спрашиваю Роберт Третий Да нет Я с Робертом Третий Еще Не Разговаривал Но Давай Скажем Что Я Спрашиваю Я Спрошу Роберта Третьего Если У меня Будет Возможность Окей Круто Расскажи Мне Что Нибудь Еще В Окрестностях Группа Увлеченных Туристов Отправилась В Приключенческое Путешествие Гидом Был Опытный Исследователь Эмили Которая Всегда Готова К Новым Вызовам Ее Группа Состояла Из Смелых Туристов Во Время Их Путешествия По Тропе Через Горы Они Заметили Следы Черезвычайно Больших Ног В Свежевыпавшем Снегу Подходя Все ближе И ближе Их Сердца Пробудились Смесь Волнения И Страха Таинственное Присутствие Приближалось И Атмосфера Становилась Гуще Внезапно Из чащи Появился Загадочный Гигант Туристы Застыли На месте Гигант Был Более Трех Метров Высотой И Его Тело Было Покрыто Густой Шерстью Его Взгляд Был Напряженным И полным Тайн Эмили Сохранила Хладнокровие Решила Исследовать Эту Необычную Фигуру Она Ускорила Шаг И Начала Задавать Вопросы На Неизвестном Языке Неожиданно Гигант Ответил На Том Же Языке Оказалось Что Это Древний Племенной Горный Страж Известный Как Зефир Зефир Надо Же Зефир Предупредил Туристов О опасности Которая Скрывалась В горах Он Обнаружил Что Рядом Находится Темная И Загадочная Сила Которая Хочет Захватить Эти Земли Зефир Стала Легендой А группа Туристов Благодаря Своей Храбрости И решимостью Вошла Об историю Как Горные Стражи Ничего себе Ладно Все Давай Это все Сказки Я Послушал Я Наверное Возвращаюсь На работу С Робертом Третьим Я Поговорю Если Ты Конечно Порекомендуешь Меня Ему Так Как Я До сих Пор Не знаю Где Находится Его Дом А Чем У меня С задним Колесом Оно Не Едет Кажется Я Ручник Воткнул Да И Машина Совсем Не хочет Ехать Ню Колеса Замерзли Мы едем Или как Почему Че с колесами Че случилось Колесо Обалдеть Просто Заблокировалось Заднее колесо Вот это Да Тут же Нет Ручника Поехали О Слава богу Все отвисло Ну что На сегодня Это все Если тебе понравилось И ты хочешь увидеть Больше серий По этой игре То Прямо сейчас Опускайся Под видео Ставь лайк И подписывайся Чтобы не пропустить его Так что До встречи А я поехал домой Пить чаек И Отсыпался Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok